Добрый день, мы из Украины. Ну, к сожалению, величайшему не успели мы отойти от трагедии в Днепре. Кстати, по этой трагедии надо сказать, что спасены были 39 человек. Официально спасательные работы закончены, разбор завалов закончен. Из 39 спасенных 6 родителей, погибших 44 человека. Из них 5 детей. Травмированы 79 человек, из них 16 детей. Получено 47 сообщений о без вести пропавших людях, из которых 23 человека установлены погибшими. 4 человека найдены живыми у родственников в больницах. Это официальное сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так вот, не успели мы отойти от этой трагедии. И, как у нас, случилась новая трагедия. Все вы знаете, сегодня в 8.20 утра в городе Бровары упал вертолет. В результате падения вертолета, вертолет упал в городской черте между жилыми домами. И так получилось, что он упал на здание детского садика. В результате этой трагедии погибло 14 человек. Это официальные данные, опять же, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кстати, вертолет принадлежал именно этой службе. Погибшими считается на данный момент 14 человек. Из них один ребенок. Пострадавшими 25 человек. Из них 11 детей. Вертолет, как я уже сказал, принадлежал Государственной службе по чрезвычайной ситуации. Совершал служебный полет в Харьковскую область, в район боевых действий. На борту вертолета находилось 9 человек. Из них, среди них, точнее, был министр внутренних дел Денис Монастырский. Его первый заместитель. И госсекретарь. Еще несколько официальных лиц. Это оперативная группа Министерства внутренних дел. Все они погибли. Но причины трагедии устанавливаются. Хотя, за этими вертолетами, это вертолеты Еврокоптер компании. Они бывшие, они не новые. Которые купило Министерство внутренних дел в 2018 году. За ними тянется шлейф катастроф. Эта партия была определена как бракованная. В Европе даже накладывали запреты на полеты этих вертолетов. Но, тем не менее, при такой черной истории с катастрофами, наша МВД купила эти вертолеты. Для того, чтобы более подробно, не буду сейчас вдаваться в детали, пожалуйста, у меня на страничке в Facebook опубликован, я опубликовал допис одного из людей из Украины, который имел непосредственное отношение к этим вертолетам. Он написал возможные причины аварии. Ну, а все равно официальную информацию, вы же понимаете, скажет следственная группа после выяснения. Единственное, что уже там, что ж такое сегодня, украинская мова пробывается, лунает. Взвучат заявления о том, что якобы ошибка пилота, не надо делать никаких скоропотительных выводов. Эти выводы сделала специальная комиссия по расследованию трагедии. Ну, можете, с одними из вариантов, с несколькими вариантами причин трагедии, можете ознакомиться на моей страничке в Facebook. Я уже перепостил эту статью, чтобы вы почитали. Вот такая вот. Но все равно, не дождетесь. Не дождетесь, наш народ не сломать. Да, тяжелые трагедии, конечно, для нас, но мы все равно, мы выстоим и переживем эти трагедии. Ну, а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И у нас сегодня на календаре 18 января и киевское время 18 часов. Итак, оперативная обстановка, которая сложилась на оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона. За сутки 17 января враг нанес 6 ракетных ударов, 3 из них по гражданским объектам Купинска, Краматоска и Краматоска, а также 14 авиационных ударов. Силы оккупантов также нанесли 95 ударов с реактивных систем залпового огня. Угрозы авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским целям по всей Украине остаются очень высокой. Основные усилия противник фокусирует на наступательных операциях на Бахмутском направлении. Наступление оккупантов на Авдеевском направлении на сегодняшний день за прошедшие сутки не отмечено. Таким образом, подразделения вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов в населенных пунктах Белогоровка Луганской области, Соль, Красная гора, Бахмут, Клещиевка, Водяна, Невельская, Марьенко и Победа Донецкой области. То есть, Донецкая дуга, как я и говорил, продолжает гореть и противник продолжает пытаться атаковать наши позиции с целью захвата Донецкой области. Полного захвата в административных границах. По оперативным направлениям ситуация следующая. Волынское, Полесское, Сиверское, Слобожанское направления ситуация остается стабильной. На ограниченщих с Украиной районах наступательных групп или группировок противника не обнаружено. Формирование таких группировок со стороны белорусской и российской территории не обнаружено и на сегодняшний день не ведется. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России. На аэродромах и в воздушном пространстве Белоруссии продолжается совместное учение авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Белоруссии. Кстати, произошел казус, который не могу здесь не упомянуть. Это российские чиновники и журналисты запутались в понятиях. Вчера в репортаже не смогли определить, что такое Белоруссия. Это член союзного государства или все-таки это территория Российской Федерации. В конечном итоге сказали, что хоть это и союзное государство, но все равно это Россия. Так что, паново белорусы, вас уже причислили к Российской Федерации. Далее, при этом вооруженные силы Украины предотвращают провокационные действия или диверсии со стороны противника и усиливаем противовоздушную оборону на этом направлении, понимая, что вероятность ракетных ударов резко возросла в ходе проведения учений. Также, в течение суток 17 января противник продолжал обстрелы всей линии соприкосновения из артиллерии и минометов. Обстреляны населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Купенское направление здесь продолжает, или Сватовское направление. Продолжаются оппозиционные бои и артиллерийские дуэли. Активности противник не проявляет. Лиманское направление, то же самое. Оппозиционные бои, артиллерийский дуэль. Бахмут. Бахмутское направление. Враг захватил значительную часть Клещевки. К сожалению, имеет частичный успех. Российские войска начали наступательные действия по линии Краснополовка-Радоловка-Веселая. С целью взять под контроль данные села. Продолжается вражеский штурм Красной горы и Благодатного. На линии Краснополовка-Радоловка-Веселая результат неизвестен. Там идут ожесточенные бои. На Красной горе и Благодатном противник успеха не имел. Понес потери. Откатился на исходное положение. Авдеевское направление. Враг пытается найти слабые места на юге Авдеевки. Укрепиться в части Водянова. И добиться хоть какого-то успеха в боях за Невельское и Первомайское. Успеха не имеет. Все попытки противника наши войска отбивают. Он несет потери. Ситуация продолжает оставаться напряженной. В ближайшие дни будут такими же тяжелыми. Не менее. Не намечается послабление пока что. Враг хочет конвертировать локальный успех в более глобальный успех. То есть они хотят прорвать нашу оборону и постараться окружить Бахмут и взять его. Но пока Бахмут твердо удерживается вооруженными силами Украины. И Солидар на сегодняшний день не находится под полным контролем российских войск. На западной окраине Солидара идут ожесточенные бои. То есть наши войска присутствуют в Солидаре. Поэтому очередное заявление российской стороны, что Солидар взят, является полной ложью. Далее. Новопавловское направление. Позиционные бои в активности ни с одной стороны не было проявлено. Ситуация более-менее стабильная и контролируемая. Запорожское направление. Здесь от артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов. Это в основном Донецкая и Запорожская области. Херсонское направление. Силы оккупантов продолжают терроризировать мирных жителей. В частности, под минометным артиллерийским огонь попали Антоновка и Херсон. Пострадали мирные жители, к сожалению. Но в остальном ситуация без изменений. Идут артиллерийские дуэли и обстрелы наших территорий со стороны российской артиллерии. Из-за небольшого количества сотрудников захватчики вынуждены привозить этих сотрудников из Российской Федерации. Для выполнения административных функций оккупационного режима на временно оккупированных территориях. То есть они везут всех. Если мы летом говорили и осенью говорили о том, что везут учителей в школы. То сейчас они везут всех. И административных работников, и рабочую силу. Кроме того, наблюдается дефицит рабочих в различных областях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому русские пытаются вывезти рабочих из России и временно оккупированного Крыма. То есть ведет найм рабочей силы, которую завозят на оккупированные территории Украины. Воздушные силы Украины за сутки 17 января нанесли 12 авиационных ударов по районам сосредоточения противника. А также 4 авиационных удара по позициям зенитно-ракетных систем. Кроме того, артиллеристы вооруженных сил Украины уничтожили зенитные артиллеристы. Такие словосочетания применяет иногда сводка Генерального штаба. Силы ПВО уничтожили один самолет Су-25 в окрестностях Солидара. То есть Российская Федерация попыталась в Солидарии применить штурмовую авиацию для поддержки наступающих войск. Самолет был тут же уничтожен. Подразделения ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Украины поразили два командных пункта. Пять районов сосредоточения живой силы и техники противника. Один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы и одну радиолокационную станцию. Вот такой вот урожай собрали наши силы обороны за прошедшие сутки. Обстановка в Черном море и в Азовском остается без изменений. На данный момент в акватории Черного моря находятся три носителя ракет Калибр. Это подводные лодки, все подводные. Скорее всего это связано с тем, что море штормит. Погода в основном штормовая, поэтому надводные корабли удерживать в акватории моря очень тяжело. Поэтому в море вышли подводные лодки. Кстати, эти лодки тоже недолго могут находиться в подводном положении в связи с тем, что они являются дизель-электрическими. Напомню, что Черное море это безъядерная зона и там нет ни одного корабля или лодки подводной с атомной энергетической установкой в составе Черноморского флота и в акватории Черного моря. Кстати, доктрина Монтре, которой регулируется проход канала пролива Босфор, она именно четко запрещает нахождение в акватории Черного моря или заход в Черное море кораблей с атомной энергетической установкой и с ядерным оружием на борту. Черное море безъядерная зона. Но ситуация вот такая на данный момент. Это что касается военной обстановки. Теперь немного поговорим о военно-политической обстановке, которая сложилась в Украине и вокруг нас. Кстати, на момент начала этой записи кабинет министров Украины определился с временно исполняющим обязанности министра внутренних дел и первого заместителя министра внутренних дел. То есть один человек, исполняющий обязанности, будет совмещать эти две должности. Почему именно две? Потому что там распределены полномочия. И нужно, чтобы обе должности были заняты и исполнялись. Так вот, на эту исполняющим обязанности назначен Игорь Клименко. Это глава национальной полиции Украины. Он по решению кабина. Естественно, президент, это ведомство относится к прерогативе президента. Министерство, точнее, относится к прерогативе президента. Президент в ближайшее время, я так понимаю, будет предлагать Верховной Раде кандидатуру министра внутренних дел и депутаты должны будут за нее проголосовать. Вот такая вот ремарка. Итак, из международных новостей начинаем со следующего. Институт изучения войны американский считает, что конфликт между Пригожиным и Кремлем усиливается. На сегодняшний день они считают, что существует конфликтная ситуация, которая постепенно начинает усиливаться. И причем, несмотря на то, что Путин сам не вмешивается, никаких комментариев или никаких высказываний по этому поводу не дает, но его окружение и Пригожин все больше и больше входят в клинч. Помните, я вам говорил, что поменялась полностью идеология в российской пропагандистской машине. Они сейчас хотят полностью нивелировать заслуги ЧВК, частных военных компаний в плане успехов на линии фронта. Так вот, конфликт именно развивается на почве того, что Пригожин настаивает на том, что он взял Солидар, его армия взяла Солидар. А установка такая, что Солидар взяли десантники, российские регулярные части под командованием генерала Герасимова и министра обороны Шойгу. Так вот, на этой почве развивается конфликт. Чему он приведет, очень трудно сказать. Со стороны Кремля этот конфликт поддерживает или развивает Песков, пресс-секретарь Путина. Он обвиняет Пригожина в преднамеренном разжигании этого конфликта и нежелании признать заслуги Министерства обороны России в захвате Солидара. Но Пригожин, естественно, отстаивает свою точку зрения, что Солидар взял он со своими бойцами или наемниками вот в этой частной военной компании «Вагнер». Ну, дай бог, пусть дерутся. Чем больше они будут скубать друг друга, тем лучше для нас. Встание противника, крики и паника. Для нас это очень хорошо. Хорошо. Далее. Ну, все мы знаем, что встреча в Рамштайн готовится на формате Рамштайн. И тут очень интересный вопрос. Ну, все задают один и тот же вопрос, что мы ожидаем от Рамштайн. Я отвечаю однозначно. Мы ожидаем поставки вооружения. Перечень вооружений, по-моему, уже известен даже детям в детском саду. Все это знают. Вопрос количества и вопрос разрешения. Так вот, будет обсуждаться, об этом пишет, допустим, немецкое издание Welt, ссылаясь на заявление министра обороны Финляндии. А Финляндия входит в эту конференцию Рамштайн. Говорит, что они будут ставить вопрос, финны будут ставить вопрос о передаче Украине танков «Леопард-2», которые есть на вооружении финской армии. Я думаю, что и Дания, и Польша, кто у нас там еще, Финляндия, все будут ставить этот вопрос. У них у всех есть танки «Леопард-2». И тут Германия получается в таком, я бы сказал, не совсем приглядном свете. Да если Германия не хочет давать сама, значит Германия должна будет дать разрешение на поставки этих танков тем странам, у которых они есть на вооружении. Тем более, видите, такие заявления, как финского министра обороны, говорят о том, что Финляндия настроена на то, чтобы передать Украине вот эти «Леопарды», танки «Леопард» в составе роты. Все хотят дать нам ротный комплект, это очень хорошо, потому что мы можем формировать три ротных комплекта, это батальон, три батальона, это бригада. Так что у нас есть все основания. Я думаю, что Германия сдастся в этом плане, вряд ли устоит Олаф Шольц. Тем более, что он уже определил критерии этого разрешения, он сказал, что в формате международной коалиции, да, мы готовы тоже поставлять эти танки. То есть не только дать разрешение другим странам, но и самим поставить эти танки «Леопард-2» Украине. Так что, ну тут уже я не знаю даже кого приводить в пример, даже вот смотрите, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Это тоже, а она, кстати, она бывший министр обороны Германии. Так что будем надеяться, что заседание в формате «Рамштайн» пройдет в хорошем ключе и на выходе мы получим, действительно получим танки, в том числе и «Леопарды». Ну, почему в том числе? Потому что челленджеры мы получаем, там уже, кстати, в Великобритании по поводу поставки танков челленджер идет уже спор. И некоторые политики, бывший министр обороны Великобритании говорит, что, ну, 14 танков, ротный комплект, это как-то жидковато для такой страны, как Великобритания. И 14 танков, одна рота на поле боя ничего не решает. И он предложил передать Украине 50 танков челленджер, то есть батальон в полном составе. И сказал, что Великобритания должна давать столько оружия Украине, чтобы это оружие влияло на ситуацию на линии фронта. Это очень хорошее заявление в этом свете. Но, с другой стороны, следующая новость гласит о том, что другие совсем заявления звучат. Видите, опять. Луна звучат с другой стороны, с Российской Федерации. Шойгу заявил, что в 23-26 годах, то есть за три года, численность российских войск должна увеличиться до полутора миллионов человек. То есть, если у них сейчас миллион сто, это с учетом последнего указа Путина, плюс 147 тысяч, к тому, что было, то они хотят до полутора миллионов человек. Но тут возникает несколько вопросов. Смотрите, когда армия Российской Федерации была 950 тысяч по закону, вот до указа Путина, увеличение на 147 тысяч, численность ее была порядка 800. То есть, они не могли содержать стопроцентный штат армии по мирному времени. Это не тянула российская экономика. Сегодня в условиях войны, в условиях санкций, они хотят увеличить армию до полутора миллиона человек. Возможно. Теоретически это возможно. С учетом того МОБ-ресурса, который есть в России, 3-4 призыва не отпустить домой, и они получат полтора миллионную армию. Вопрос, чем ее кормить. И вот об этом следующая новость, что в Соединенных Штатах полагают, что Россия не сможет подготовить 500 тысяч человек для очередного наступления. То есть, вторая волна мобилизации, которую, кстати, не объявил Путин. Так он не смог, не спромокся. В сегодняшней речи оказалось, как всегда, ни о чем, которую он. Так вот, в Соединенных Штатах заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что если российское руководство решится мобилизовать 500 тысяч человек, оно не сможет ни удерживать их, ни научить. Однако, Соединенные Штаты следят за российской мобилизацией и будут помогать Украине победить при любом раскладе. Соберут они или не соберут. Вот так считают Соединенные Штаты. Но, вот тут мы подходим к речи Путина, которая была анонсирована за несколько дней. И причем анонсировалась она таким образом, что Путин будет делать судьбоносное заявление. Все ждали о том, что будет объявлено о второй волне мобилизации численностью в 500 тысяч человек. Все ждали о том, что будет объявлено либо военное положение, либо война в Украине. Но, как всегда, не так страшен черт, как его молюет. Речь оказалась ни о чем. Никаких судьбоносных заявлений Путин не сделал. Потом даже пресс-секретарь Путина пытался разъяснить то, что там наговорил Путин. И сказал, что... Точнее, накануне речи он выступил и сразу осадил пыл всех желающих. И, ну, как бы вылил уши от холодной воды. В плане того, что сказал, что Путин не будет делать никаких заявлений ни по второй волне, ни по военному положению, ни по чем. Просто выступит перед гражданами Российской Федерации. Что и получилось. И, кстати, он напомнил о том, что указ Путина о мобилизации никто не отменял. Дело в том, что в указе, помните, мы говорили, что, несмотря на озвучивание цифры в 300 тысяч, которые они собрались мобилизовать, вот по указу Путина первой волны, в самом указе число мобилизованных не было указано. И когда они набрали, в ноябре месяце, там, к концу ноября набрали, там, 240 тысяч, они объявили, что все, мобилизация... Путин сказал, мобилизация окончена, но указ он свой не отменил. И тогда мы обсуждали это, я говорил, что без отмены указа или при остановке этого указа мобилизация не остановится. Что они на сегодняшний день и сделали. И, кстати, надо сказать, что сегодня даже уже существует... Наша разведка дает нам, что ориентир идет вот этой вот... Повестки пошли, 5 января понесли военкомые повестки. Сейчас есть уточнение от Генерального штаба Российской Федерации, это говорит наша разведка, что основной упор, внимание, основной упор на мобилизацию в эту волну будут делать на возраст 45-55 лет. То есть те, кто гарантированно служил в вооруженных силах, ну это получается тогда Советского Союза, потому что 20 лет назад, ну или на заре, или сразу после развала Советского Союза, эти люди служили, то есть 20-25 лет назад, они проходили службу, но они гарантированно имеют военную специальность. Вот на них будет делаться основной упор. Ну, собрать они их, может быть, к лету соберут, вот эти 500 тысяч. Но чем они их будут вооружать, вот это большой вопрос. И самое главное, какой вывод я делаю с речи Путина, это его фраза, которая резанула слух, это что все, что мы делаем сегодня, цитата Путина, все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это попытка прекратить эту войну. Путин хочет мира. Это говорит о том, что выставить 200-тысячную группировку для проведения наступательных действий Россия на сегодняшний день пока что не может. И Путину нужно перемирие, любой ценой ему нужно перемирие для перегруппировки войск, для их обучения, их вооружения и их переброски в Украину. Все то, что мы наблюдаем сегодня, переброску войск, это в основном пополнение потерь и усиление тех войск, которые имеются в Украине. Да, группировка нарощена до 300 тысяч, но она растянута на тысячу километров фронта. И вот это постоянное прибытие войск может на сегодняшний день обеспечить только текущую замену потерь в личном составе, которую несут российские войска, особенно на Донецком направлении. Потери там российских войск просто сумасшедшие. Причем потери сегодня превышают, практически превышают переброску войск на это направление. Поэтому им нужна передышка, им нужна прекращение огна, им нужны переговоры под любым соусом, в любом аспекте, но им нужна передышка. Вот это ключевая фраза выступления Путина. Они не успевают подготовить наступательную группировку. Кстати, в этом контексте, можно сказать, наверное, немецкая разведка может быть впервые или редко, но когда будет права. Потому что немцы сказали, раньше апреля ни о каком наступлении Россия говорить не может. Ну вот поддерживать этот наступательный темп на одном направлении, да, они могут. Но не более того. Собрать какую-то ударную группировку и пойти на прорыв нашей границы, но пока я так понимаю, что огромные проблемы у Российской Федерации с организацией наступления, масштабного наступления на сегодняшний день. Следующая новость. Турция. Из Турции пришли новости. Ну, они, сказал бы я так, они хотя и вселяют надежду и, в принципе, для нас довольно неплохие, но они нестабильные, они очень зыбкие. Обуцмен Турции заявил о том, что Украина и Россия работают над большим обменом военнопленных, которым в общей сложности может принять участие около тысячи человек. Украинский, ну, чтобы вы понимали, что оба обуцмена, и украинский, и российский, находятся в Турции и ведут переговорный процесс, переговоры идут постоянно об обмене военнопленными. Так вот, наш обуцмен передал российской стороне список из 800 человек на обмен, российский обуцмен передал нашему список из 200 человек на обмен. Не знаю, пойдет ли Россия на обмен один к четырем, вообще договорятся они об обмене или нет, но пока турецкий обуцмен, который выступает посредником в этих переговорах, говорит, что обмен может состояться, и в этом обмене будет принимать участие тысяча человек, тысяча военнопленных. Это было бы очень хорошо получить назад наших 800 военнослужащих, которые находятся в плену Российской Федерации. Ну и единственное, почему я говорю зыбким, потому что на прошлой неделе была договоренность к концу недели произвести обмен 40 на 40 военнопленными, и Российская Федерация, российская сторона в последний момент просто отказалась участвовать в этом обмене, то есть обменивать наших военнопленных на российских. Поэтому видите, непредсказуемое поведение, но пока договоренности идут. И турецкий обыцмен говорит, что они хотят создать стамбульскую платформу, которая бы позволяла выработать какой-то механизм вот этого обмена на постоянной основе. Посмотрим, как это у них получится. Следующая новость прилетела из Тегерана. Иран готов отправить в Украину порядка 150 боевиков Хезбаллы, знаете, террористическая организация, запрещенная в мире, причем признанная террористической на уровне ООН, для управления иранскими дронами. Об этом сообщает издание Абу Алиэкспресс. Конкретные сроки, когда наемников отправят в Украину, пока неизвестны. Судя по тому, что Россия в последнее время не применяет дроны Шахет-136 или Шахет-Любые иранские дроны, говорит о том, что дронов пока что в России скорее всего нет. Или есть НЗ, которые они придерживают для какого-то особого случая. Но вот эти бои, если 150 операторов из состава боевиков Хизбаллы будут отправлены в Россию, я так понимаю, что они должны будут прибыть с определенной партией этих дронов. Ну и, соответственно, приступить к их управлению. Но это, кстати, говорит о том, что, я так понимаю, что обучить российских военнослужащих оказалось невозможно. Вспомните, был центр подготовки и в Украине, кстати, на Кенбургской косе, был центр подготовки в Крыму, оба накрыты с помощью нашей силы обороны их накрыли. Сейчас центр подготовки находится, ну предположительно, один есть в Белоруссии и один есть на территории Российской Федерации. Но, судя по тому, что отправляют операторов, значит, обучению российские военнослужащие не поддаются. Легче отправить туда боевиков Хезбаллы с переводчиками, опять, для них же нужно будет переводчик из арабского, чем обучать российских военнослужащих. Видимо, ситуация именно в таком контексте и рассматривается. Ну и на посошок новость из Европы, которую озвучила, опять же, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Она объявила о том, что будет готовиться десятый пакет санкций против Российской Федерации. Ну и чем охарактерен этот пакет? Тем, что они возвращаются на исходную. То есть, наша песня Гарна Нова починаем из Нова. О чем десятый пакет санкций? Десятый пакет санкций о санкциях против обхода санкций. Вот такая вот тавтология, но она является жизненно важной и необходимой. Дело в том, что против этих девяти пакетов санкций, которые приняты, Российская Федерация строит серые схемы и пытается их обходить. Некоторые фирмы, даже из Европы, из Соединенных Штатов, готовы участвовать в этих серых санкциях. Так вот, десятый пакет санкций от Европейского Союза будет именно предназначен в борьбе с обходом санкций, наложенных ранее тем же Европейским Союзом. Вот такие вот новости произошли в Украине и вокруг нее за прошедшие сутки. И на этом первый раздел нашего видео мы с вами заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписан. Кстати, мы сейчас разворачиваем довольно серьезную борьбу с плагиатом, с дубляжами. Вы писали, я отреагировал на то, что много фейковых каналов. Вот мы начинаем с ними бороться, канал сертифицируется и мы будем с ними бороться закрывать фейковые каналы. В любом случае смотрите на признаки настоящего канала, это количество подписчиков и в скором времени так понимаю появится значок подлинности на моем канале. Заявка уже подана, рассматривается администрацией YouTube. Но поставьте лайк, кому нравится это видео, тогда его смогут увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим. а продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответы на ваши вопросы которые вы прислали и первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий это по вопросу обеспечения наших наших войск на нуле или на переднем крае по вопросу тепловизоров и радиостанций они есть в наличии у предыдущего подразделения отстоявшего суточной ротации на нуле через месяц-полтора это оснащенное подразделение уходит на отдых с оборудованием почему командование не регулирует процесс передачи необходимого снаряжения что за хохлядский подход ЦМОЕ вы абсолютно не правы вы не понимаете даже структуры обеспечения вооруженных сил Украины или сил обороны Украины потому что там кроме вооруженных сил другие силовые структуры дело в том что я вам рассказывал есть штатное расписание согласно которого которое касается именно вооружения и материально-технического обеспечения подразделений и согласно которого вот этого штатного расписания подразделение обеспечивается приборами вооружением техникой и всем остальным вот так вот когда это все материально-техническое обеспечение стоит на учете в воинской части если это отдельный батальон значит в батальоне если это бригада значит в бригаде для того чтобы солдат передал солдату тепловизор один солдат должен расписаться в книге что он его сдал ответственному лицу или на склад этого батальона или бригады а другой должен расписаться что он его принял и если внутри бригады это сделать еще можно внутри батальона это сделать можно это бюрократия бумаготворчество но это можно сделать то между бригадами когда подразделение одной бригады меняют подразделение другой бригады, это сделать нереально. Передача имущества из одной бригады в другую, вы не представляете, что это такое. Это огромнейшая волокита. А просто на тебе тепловизор, я пошел на ротацию, ты воюй с этим тепловизором, это называется, кстати, это действует везде, не только в армии, это называется обезличивание имущества. А когда идет обезличивание имущества, это ведет к его утрате, пропаже и выведении из строя. Нет ответственного лица, который отвечает за сохранность этого имущества и вооружения. Поэтому, когда ротация проходит, обмен материально-техническими средствами не производится. Сразу же отвечаю на дополнительный вопрос, потому что уже понимаю, что он возник у некоторых в головах, а если эти тепловизоры и радиостанции привезли волонтеры? Так вот, чтобы вы понимали, бюрократия хоть и медленная, но очень хитрая. Так вот, в вооруженных силах Украины, как только радиостанции и тепловизоры появляются у наших бойцов, их сразу же ставят на учет. Их сразу же оприходуют. Там, ну, я не хочу сейчас вдаваться там в глубину, есть коррупция в этом или нет, скажу, что есть, она у нас везде есть. Вот, но их сразу ставят на учет. И эти приборы уже нельзя никуда. Номера серийные их списываются и заносятся, они ставятся на учет в воинской части. Редко, когда удается солдатам не светить этими приборами сильно и оставлять их себе, тем более в этом случае они их не передадут никому, если их им привезли волонтеры, знакомые, родственники и так далее и тому подобное. А те, кто купил за свои деньги. Вот такая вот, к сожалению, кухня, она построена в нашей армии. С одной стороны, это сохранение материально-технических средств и техники вооружения, но с другой стороны, это вот проблема, когда одно подразделение более-менее обеспечено, а другое заходит голая босса на ротацию. Это уже вопрос к командирам и к нашим снабженцам, как они такое могли допустить. Следующий вопрос. Гадаю, варто уточнити інфо щодо поступок для Туреччини. За для підтримання не входження деяких скандинавских країн у НАТО. Сума контракту передбачає не лише постачання нових літаків F-16 для Туреччини. Це логично стає зрозумілим, якщо розділити суму контракту на кількість літаків. Там питання стояло додатково на апгрейд усіх наявних F-16 флоту Туреччини. Повітряного флоту мається на увазі Туреччини. До останньої модернізації. Це перше. По-друге, на тлі цього перетягування канату в лапках мова йшла про те, що Вашингтон розглядає питання поставити літак F-35 до Греції. Питання до Вас. На тлі певної територіальної конфронтації між Туреччиною та Грецією, якби Ви прокоментували такий хід США між своїми ж союзниками? Ну я даже больше добавлю, що Турція, 20 мільярдів вже внесено, щоб ви розуміли, Турція. Ізначально ці 20 мільярдів вносилися Турція для участия в програмі F-35. Після того, як почалися ці протистояния Турції і Греції, і Турції, і Соединенні Штатів, і навіть більше можна сказати Турції і НАТО, коли почалися якісь конфронтації і конфліктні ситуації, Соединенні Штати вичеркнули Турцію із программи F-35. І тоді Турція переоріентировала ці деньги на F-16, на покупку і модернізацію. Так вот, шаг Соединенні Штати дати F-35 і Греції, я думаю, що це принцип балансування Соединенні Штати внутрі НАТО. Якщо вони, вони все рано пойдуть... Я говорив вчора вам по поводу того, що я думаю, Штати уступять Турції і для того, щоб принять Швецію і Фінляндию в НАТО, вони согласяться на поставку F-16, на модернізацію существуючих в Турції F-16 до последнього уровня модификації. В обмін. Це буде сделка США і Турції для того, щоб прийняти Швецію і Фінляндию в НАТО. Але для того, щоб Турція зараз не розправила крылья на Ближнем Востокі і не почала угрожати своїм соседам, треба усилить обі сторони. Турція, тому Греція попала в список стран, які в ближайшее время получат F-35. Якщо Турція получає і модернізує F-16, значить, вероятному... Ну, противнику нельзя, наверное, сказати, вони все-таки не воюють, але у них... Вероятно, стороне протистояние Турції Греція должна получить усиление тоже воздушного флота. Вот именно это и делают Соединенные Штаты. Они пытаются этими поставками достичь паритета между Грецией и Турцией и таким образом сыграть в игру сдерживания. Получиться это или нет игра? Будет ли для Турции факт сдерживания? Может, Турция еще возмутиться тем, что Греция F-35 поставляет, а Турция F-35 отказали поставлять? Ну, посмотрим. В любом случае, я считаю, что это попытка США сыграть в игру паритета между странами, у которых есть претензии друг к другу. Вопрос. После развала Советского Союза Украине досталось большое количество злополучных ракет Х-22. В 2000 году Украина передала свыше 300 указанных ракет Российской Федерации. Сколько осталось у нас указанных ракет? И почему мы их не используем в войне? Потому что их в Украине осталось ноль. Мы передали все, что было ликвидное из этих ракет. Не только Х-22. Мы передавали и 55-е ракеты, и 101-е, по-моему, даже передавали. 385 крылатых ракет было передано Российской Федерации в рамках Будапештского меморандума. Так вот, все, что было ликвидное, мы передали все, что было не ликвидное, то есть технически неисправное или учебно-боевое, все было разрезано на металлолом. У нас нет ни одной этой ракеты. Кстати, у нас осталось море топлива ракетного. Гептил, типа Гептил, типа Меланж, и там другие компоненты. И мы так и не решили, за 30 лет мы не решили проблему утилизации этого топлива. Часть топлива использовалась для проведения пусков, пока существовала первая ракетная дивизия, вооруженная комплексами Эльбрус или СКАД. Ракеты СКАД, комплекс Эльбрус, Р-300, в общем, по номенклатуре Р-300 комплекс назывался. Вот они, жидкостные ракеты были, и там использовалось ракетное топливо для их пусков. Все остальное ожидало утилизации и в огромных количествах хранилось, по-моему, до сих пор хранится. Не буду называть место, потому что эти идиоты могут туда ударить. Я имею ввиду Москали. Ну вот такой вопрос с юмором, я так понимаю. Объясните лосям, что подразумевается под сообщениями Генштаба выстрелы РСЗО. Это залпы или подсчет выпущенных ракет? Нет, это количество поражения целей. Когда Генеральный штаб пишет, что в течение суток российская артиллерия нанесла 90 или 50 огневых ударов реактивными системами залпового огня, это столько целей поражала российская реактивная артиллерия. И в поражении целей в одном огневом ударе может участвовать одна боевая машина. Это может быть один снаряд пущенный, допустим, смерч или там ураган, кассетка. А может быть задействовано несколько боевых машин. И это может быть полный залп. Это может быть половина залпа. Но это отдельная огневая задача по отдельной цели. То есть фактически надо воспринимать так, что вот эта цифра, которую я оглашаю из сводки Генерального штаба или которую вы читаете в сводке Генерального штаба, это количество целей, которые пыталась распоразить Российская Федерация своими реактивными системами залпового огня. Цель может быть одиночная, групповая, ну мы с вами это разбирали. Но это каждое применение, каждая единичка в этой цифре это отдельная цель. Поразили они ее или нет, подавили они ее или уничтожили, или вообще промахнулись, это уже не важно. Это уже в другой сводке учитывается, там внутри Генштаба они уже там проводят анализ, разбирают. Но сам факт, что зафиксировано столько-то выполнение огневых задач вражеской реактивной артиллерии. Надеюсь, Лоси довольны. Доброго времени суток, Олег, и мирного неба! Около трех месяцев смотрю ваши выпуски. Вы часто говорите о проблемах ствольной и самоходной артиллерии, что износ ствола после четырех тысяч выстрелов требует замены. И я так понимаю, на ремонтных базах в тылу производится замена стволов. А как можно советские отечественные 152-мм стволы заменить на 155 мм натовские? Нужно ли разрешение на установку стволов 155 мм на отечественную артиллерию? Разрешение не надо. Почему? Потому что это сделать невозможно. Объясняю почему. Для того, чтобы поменять ствол 152 на 155, надо полностью поменять конструктив орудия. Почему? Потому что разный калибр, разные заряды и, соответственно, разная динамика работы в ходе выстрела. Это тянет за собой изменения противооткатных устройств. Надо, чтобы они соответствовали 155-му калибру. Это тянет за собой конструктивное изменение лафета, то есть ходовой части орудия со станинами, люльки, в которой находится сам ствол с противооткатными устройствами и цапфы, самое главное, которые держат ствол. Это цапфы, позволяющие ему еще и качаться в этой люльке для наведения по углу возвышения ствола. То есть, представляете, да? Полностью надо изменить конструктив пушки именно под те условия, которые создаются при выстреле к стволам калибра 155 мм. В самоходной установке то же самое. Люлька, цапфы крепежные и противооткатные устройства. А, нет, там еще добавляется конструктив погона башни для того, чтобы она выдерживала нагрузки при стрельбе стволом 155 мм. Поэтому разрешение брать не следует. Это конструктивно невозможно. Просто взять и поменять ствол один на другой. Хотя технически, в принципе, это не такая сложная операция. Добрый день. Вопрос. Израиль передает нам системы раннего оповещения о ракетной опасности. Могут ли эти системы фиксировать пуски баллистических ракет С-300? А, баллистических ракет и ракет С-300. Даст ли это нам больше времени, чтобы люди успели пойти в укрытие? Слава Украине! Ну, тут теперь, знаете, я бы как начал этот вопрос. Теперь передает нам. Будет ли Израиль передавать нам? Почему? Потому что новоявленный, старый, новый премьер Израиля, Бениамин Нетаньяго, заявил о том, что политика в отношении России у Израиля остается прежней. То есть, они с Путиным друзья. Они в личных отношениях. Ну, имеется ввиду дружеских. Не подумайте ничего другого. Нетаньяго всегда ставился очень лояльно к Путину и к самой России. И да, он подтвердил Нетаньяго, что никакого вооружения Украина от Израиля не получит. Гуманитарку, да. Медикаменты, он сказал, продовольствие и другую гуманитарную помощь можем мы получить. Теперь уже, понимаете, под вопросом. Поэтому, он четко сказал, никакого вооружения Украина от Израиля не получит. Поэтому это большой вопрос. Но, тем не менее, я на него отвечу. Смотрите, система оповещения. Мы не знаем точной характеристики этой системы, но скажу сразу, если пусковые установки С-300 будут находиться в зоне действия этой системы, то, естественно, мы будем знать в момент пуска этих ракет. И, естественно, сразу же будет идти оповещение. Такой принцип работы этой системы. Как только она засекает пуск этой ракеты, сразу же происходит оповещение населения в том районе, в котором производится пуск. Система у них даже определяет примерный район, куда может достать та или иная пусковая, которая производит пуск с сопредельной территории. И это, конечно же, гарантирует то, что не будет, как было у нас тут. Кстати, киевляне первый раз на себе это испытали. Я так понимаю, что в Днепре, в Николаеве, в Харькове сначала разрывы, потом сирена. Народ это уже на себе прочувствовал. Теперь это прочувствовал на себе Киев. Сначала взрывы, потом сирены. Эта система дает правильный эффект и дает возможность, что, да, ракета летит там, допустим, С-300 будет лететь вообще там 3-4 минуты, но все равно, если сирена сработает в момент старта ракеты, то у вас есть 3-4 минуты добежать до убежья, или хотя бы выбежать из дома на открытую площадку и где-нибудь там укрыться на улице, на открытой местности, чтобы не попасть, вот как это было в Днепре, под завалы в момент взрыва. Ну, опять же, возвращаемся к началу моего ответа, что вопрос, а дадут ли теперь? Это теперь главный вопрос. Следующий вопрос. Питание. Как так могло случиться, что командователь поветряных сил знал Facebook, ну, подстава Facebook командования поветряных сил? Наверное, час пуску ракет из литоков, а сигнал про поветряную тревогу так и не надейшов до областей Украины, в том числе и до Днепра. Ракеты летели с швидкостью светла? Если взлетает один литок МиГ-31 из Белоруссии, вся Украина червона, а тут пять литоков с ракетами, которые мы не можем перехопить. Тиша. Незрозумело. Все понятно, предельно ясно и понятно. Дело в том, что когда взлетает МиГ-31, который сегодня базируется в Мачулищах, Белоруссия, а сейчас, когда взлетает авиация Российской Федерации, которая прилетела на аэродром в Барановиче и участвует в летно-тактических учениях, мы об этом узнаем благодаря нашей разведке и благодаря в том числе и оппозиционно настроенным или патриотично настроенным белорусам, которые сообщают нам эту информацию. И поэтому взлетевший МиГ-31, естественно, вызывает сигнал тревоги по всей Украине, так как на борту может находиться ракета типа «Кинжал» с дальностью пуска 2000 км, то есть которая покрывает всю Украину. Поэтому во всей Украине тревога. Когда с Калужской области, кстати, Калужская, не Курская область, я вчера оговорился, а в Калужской области шайки, аэродром шайки Ту-22М3 взлетает с ракетами Х-22 на борту, мы об этом, к сожалению, не знаем. И когда ракеты они пускают, когда они подходят к рубежу пуска ракет, напомню, 600 км Х-22 дальность, то есть они могут на удалении 100 км от нашей границы в воздушном пространстве осуществить пуск. И ракета летит на глубину 500 км в Украину. И мы засекаем эту ракету только тогда, когда она входит в зону ПВО нашей страны. Зона ПВО нашей страны, это максимум 100 км от границы. Потому что ПВО надо разместить так, чтобы оно немножко перекрывало территорию в воздушное пространство противника, но было на безопасном удалении от нашей государственной границы или от линии фронта, чтобы его не накрыли вражеские огневые средства. Потому что это первое, это приоритетная цель. Если обнаруживают РЛС или обнаруживают систему ПВО, это приоритетнейшая цель. Ее бьют сразу же, как только обнаружили. А теперь представьте, да, ракеты входят в наше воздушное пространство. 600 км ракета Х-22 летит там меньше 10 минут, 7 или 8 минут. Ну умножьте, разделите 600 км на 65 км в минуту. Летит эта ракета. Вот с такой скоростью она летит. Вы получите время. Ну а дальше считайте, когда и кто успевает среагировать. Пока проходит команда, пока определяет примерно, РЛС же надо какое-то время, чтобы засечь ракету и определить ее траекторию полета. И для этого определить, куда она примерно летит, в какой области подавать сигнал воздушной тревоги. Именно так и происходит и с ракетами С-300. Та же самая песня. Та же самая песня. Мы не всегда, мы видим эти ракеты уже когда, на последнем этапе, когда они вошли в воздушное пространство Украины и практически летят на цель. Кстати, по Х-22 я еще добавлю. Я вам рассказывал ее характеристики, рассказывал, что насчет точности. А теперь вот я проконсультировался, как она летит. Эта ракета Х-22 пускается с борта самолета Ту-22М3, стратегического бомбардировщика, на высоте от 10 до 14 километров. При этом она набирает скорость и поднимается на высоту до 20 километров. То есть она делает такую как бы горку, она идет вверх, выходит в стратосферу. 20 километров это стратосфера, там разреженный воздух, там она разгоняется до скорости, до большой скорости, долетает до нужного района и потом опускает нос вниз и под углом 30 градусов, то есть под острым углом, это у нее угол атаки цели. Она заходит на цель. И вот с такой высоты 20 километров под углом 30 градусов, эта ракета на конечном участке траектории набирает скорость порядка 3,5-4,5 маха. То есть сверхзвуковую скорость практически на границе гиперзвуковой скорости. Там гиперзвуковая скорость начинается по-моему с 5 или 6 махов. Она к 4,5 может максимально разогнаться. Вот и все. ПВО ее может, на такой скорости ее ПВО даже может не заметить. Ну, такие комплексы, которые у нас есть. Есть ли комплексы с космической разведкой, да, они ее увидят. Вот в этом и проблема. Так что я надеюсь, я бы объяснил, почему сначала взрыв, потом сирена. Потому что мы не можем, у нас нету средств, технически не можем засекать момент пуска этих ракет. Особенно, когда они пускаются с удаленных объектов или с территории Российской Федерации. Олег Владимирович, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Мы ждем наступления российских войск, чтобы перебить их, а потом попытаемся пойти в контрнаступление. Учитывая проблемы российской армии с бронированной техникой, не получится так, что российские войска будут готовиться к наступлению до лета, а потом просто не будут наступать, а будут удерживать захваченные территории. Получится, мы ждем их, а они ждут нашего наступления. Так, эта война перейдет в 2024 год. А это уже очень выгодно российской армии. И непонятно, чем эта война закончится. Никто ждать не будет. На сегодняшний день мы решаем вопрос поставок вооружения. Если мы этот вопрос решаем положительно, поверьте, мы сразу же начнем формирование. Нам хватит сил и возможностей. Если Рамштайн решает, что да, мы даем Украине много техники, столько, сколько они просят. Кстати, как заявляют многие политики и в Европе, и уже за океаном. И даже на Тумальном Альбионе говорят, что надо дать много техники. Вот мы на это надеемся и уповаем. Если они начинают давать много техники, у нас есть все шансы сформировать группировку для контрнаступления. И тогда никто никого ждать не будет. Как только мы будем готовы, мы будем искать слабое место и сразу же начнем проведение контрнаступательной операции. На каком это будет направлении, сейчас сказать просто нереально. Потому что какова будет ситуация на линии фронта на этот момент. Но я думаю, что это будет не позднее весны этого года. То есть в середине весны, ближе ко второй половине, апрель-май, можно рассчитывать на то, что мы будем готовы к проведению масштабной контрнаступательной операции по освобождению наших территорий. Вполне возможно. Может быть даже отдельные эпизоды могут произойти и раньше. Все будет, еще раз повторюсь, зависит от ситуации. На сегодняшний день, видите, уже высказывается, даже Путин говорит, мне нужен мир. Ну, образно. Он говорит, что мы вот затеяли эту операцию, чтобы не было войны. То есть фактически он повторяет, помните, я когда-то приводил вам пример, что российский военнопленный, там в марте месяце попавший в плен, сказал, что мы на вопрос, зачем вы нас убиваете, он сказал, мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили. Так вот Путин, фактически Путин, дословно, если переводить слова Путина, он сказал, что мы затеяли войну для того, чтобы не было войны. И, судя по тому, что Путин так хочет сам мира, чтобы прекратить войну, это говорит о том, что есть понимание, даже у Путина есть понимание, что вряд ли они, они не готовы сегодня выставить войско. Когда они будут готовы, трудно сказать. Плюс мы перемалываем, довольно хорошо перемалываем сейчас российские войска, на том же Донецком направлении. Да, нам очень тяжело, да, мы даже на некоторых участках уступаем территорию свою, частично уступаем свою территорию, но, тем не менее, Россия несет огромные потери. Батальон в сутки, я вам скажу, что это сумасшедшие потери для российской армии, даже с учетом пребывания, прибытия мобилизованных. Поэтому никто ждать не будет. Ну что ж, на этом мы вопросную часть нашего видео, то есть вторую часть видео мы закончим, и у нас остается часть третья, заключительная, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы сегодня прислали. Итак, первым таким приветствием или комментарием будет следующее. Великий привет вам и ридней Украине, из Немецчины, место Штутгарт. Я тут живу уже 30 роков, або Украина – это моя другая батьківщина. Я каждый день смотрю информацию по Украине. Мы очень переживаем за событиями на сходе Украины, очень болеем за Украину. Народ Немецчины бажает Украине швидкої перемоги. Украина обовязково переможе, бо украинский народ повинен жити без ярма русни. Все буде Украина, мы молимся за вас. Такая Германия Штутгарт. Привет из Америки, слава Украине, большое спасибо. И вот тут на это пожелание есть комментарий. Я его тоже зачитаю, он очень интересный. Спасибо правительству Америки, бизнесу и простым гражданам за поддержку Украины. Мы получили оружие и боеприпасы, с которыми смогли отбить орков с окраин Николаева. Не дали им прорваться к Одессе и югу, а отбросили за Херсон. Но территория боевых действий очень большая. Дай Бог нам помогут и дадут больше вооружения. Но мы на это только надеемся. Я об этом только что говорил. Ассалам алейкум. Дорогие друзья, братья и сестры. Привет из Азербайджана. Выражаем искреннее соболезнование на родным и близким погибших в результате обстрела многоэтажного дома в Днепре. Вот такое вот соболезнование из Азербайджана. Уроженка Белоруссии. Переливаю, переживаю, наверное, тут ошибка. Переживаю и молюсь, чтобы моя родина не сделала украинцам еще большего горя. Очень стыдно и камень на душе. Хотя я 20 лет проживаю в Европе. Сил вам и здоровья. Спасибо за информацию. Слава Украине и живе Беларусь. Уточнение по поводу западного вооружения. Было указано, что эти цифры с учетом обещанного. Поэтому в список вошли системы Патриот и дополнительный на Самс. Боевые машины Брэдли, Мардор и так далее. Да, действительно, надо внести ясность. Тот список от Bloomberg, который я вчера зачитывал, он учитывает и обещания. Но он учитывает те обещания, которые уже гарантированы. Гарантированы в пакете помощи Соединенных Штатов Америки. И по заявлению некоторых наших чиновников и политиков, тяжелая техника и вооружение начали поступать в Украину. Согласно этого пакета. Кстати, я вам говорил ранее, что этот пакет мы рассматриваем вне рамок Рамштайн. Поэтому да. Но уточнение, что туда входит и обещанное вооружение, в то, что я говорил, от агентства Bloomberg. Да, нам необходимо сделать. Кстати, в телеграм-канале, который перепостил эту новость, вот этой сноски нет. А в оригинале эта сноска действительно есть. Что там учитываются и обещанные вооружения. На свят вечер спывала колядки, почула таке. А четвертый праздник, наша перемога. Радуйся, о радуйся, земле, Син Божий народився. Мені це сподобалось. Чекаю нашої перемоги з таким нетерпінням, як чекають весни після зими, як чекають Різдво і Пасху. І точно знаю, що це буде такий день, до якого вся Україна буде готуватися, як до найголовнішого національного свята. Я хочу до цього дожити і це побачити. Хай Господь нам допоможе. Така нова калядка появилась наці свята в Україні. Коммунизм – жизнь человека не стоить ничего. Капитализм – жизнь человека бесценна. Ну, скажу так, что имеется в виду, наверное, хорошее выражение, нет автора, но мне кажется, что это построено именно на том, что в коммунизме и в социализме главная идеология. И за идею человек должен готов быть пожертвовать собой. Вот что. И получается, что действительно в коммунизме главная идеология. И человеческая жизнь не стоит ничего, если она не подкреплена идеологией, если идеология не защищена. Поэтому человек должен пожертвовать собой ради идеи. В капитализме, наоборот, там все крутится вокруг человека. Почему? Потому что человек является создателем. Кто создает бизнес – люди. Кто работает в этом бизнесе – опять же люди. Если человека не будет, бизнес работать не будет. Поэтому, а чем лучше условия жизни человека, тем качественнее он работает. Ну, правда, до определенной степени. Вот тут надо регулировать баланс. Поэтому соглашусь, что коммунизм – жизнь человека не стоит ничего. Капитализм – жизнь человека бесценна. Ну что ж, вот такие вот пожелания, комментарии и приветствия прозвучали в сегодняшнем видео. На этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться тем, кто не подписан на мой канал еще. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Да, я забыл поблагодарить спонсоров и тех, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами! Слава Украине! Перемога за нами! чтобы ты прорвался в двадцать четвертый, а у тебя там политеха. Поэтому я им сказала, что...